Дорогие друзья, добрый день! Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия финала всероссийских соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий Honor Cup 2017. Соревнования Honor Cup инициированы компанией Huawei при поддержке посольства Китайской Народной Республики и направлены на повышение качества профессионального образования студентов и молодых дипломированных специалистов России в сфере ИКТ. В этом году компания Huawei отмечает особенный юбилей. Ровно 20 лет назад компания начала свою деятельность в нашей стране. За это время совместными усилиями блестящих умов двух стран России и Китая были реализованы многие масштабные проекты, сделавшие нашу жизнь удобнее. Давайте посмотрим на то, что было достигнуто за 20 лет плодотворного сотрудничества компании Huawei с Россией. Внимание на экран! Huawei 20 лет вместе с Россией ИКТ меняют жизнь людей, сокращая любые расстояния, увеличивая возможности познания мира, делая мир вокруг нас умнее и комфортнее, эффективнее и безопаснее. Компания Huawei – мировой лидер в сфере разработки инфокоммуникационных решений. Продукцией Huawei сегодня пользуются более трети населения планеты. Решения, продукты и услуги Huawei доступны в 170 странах мира. Сегодня компания Huawei входит в топ-100 global innovators в рейтинге «The Most Innovative Companies». 75 миллиардов долларов – выручка от продаж в 2016 году. 180 тысяч сотрудников. 15 собственных научно-исследовательских центров. 13 лабораторий по разработке отраслевых решений. Выражаем благодарность России за возможность работать, расти и развиваться вместе. Несмотря на сложные моменты в стране, компания Huawei всегда оставалась вместе со своими российскими партнерами. В итоге Россия стала успешным стартом для компании при выходе на зарубежный рынок и останется знаковой для каждого сотрудника Huawei. В 1997 году Huawei выбрала Россию первым регионом для выхода компании на международный рынок. 2001 год – открытие учебного центра Huawei в Москве на базе Московского технического университета связи и информатики. 2002 год – открытие центра исследований и разработок в Москве. 2010 – выход на рынок корпоративных решений. 2011 год – старт продаж в России смартфонов под собственным брендом. Компания благодарит российских партнеров за то, что невзирая на сложные климатические условия и огромные территории, вместе с ними удалось преодолеть все сложности и успешно реализовать намеченные планы. Компания гордится тем, что смогла внести свой вклад в значительные инфраструктурные проекты страны. 2007 год – Huawei и Транстелеком построили самую протяженную в России междугороднюю сеть NGN, охватывающую семь часовых поясов. 2009 год – компания Ростелеком построила арктическую Волс на базе оборудования Huawei. 2011 год – в экстремальных климатических условиях был реализован проект МТС-СВОП на Дальнем Востоке. 2012 – Huawei и оператор Yota Networks развернули первую коммерческую сеть LTE в Москве. 2014 – Huawei и Мегафон запустили в коммерческую эксплуатацию первую в мире сеть LTE Advanced. 2016 год – в рамках проекта Vion Swap за 4 месяца было переоборудовано 2660 площадок. 2016 – уникальная по своему масштабу и сложности строительство подводной сети Магадан-Сахалин-Камчатка. 2016 – стратегическое партнерство в области цифровой трансформации Сбербанка и Huawei. 2017 год – Huawei была выбрана партнером для управления и обслуживания сети оператора Vion. Компания Huawei уделяет пристальное внимание сотрудничеству с локальными компаниями, производителями программного обеспечения и партнерами по отрасли. На сегодняшний день компания Huawei активно участвует в развитии основных индустриальных направлений и улучшает их эффективность за счет внедрения инновационных технологий в различные сферы жизни. В Москве и Санкт-Петербурге применяются решения «Безопасный город». В автомобилях «Мерседес» действует коммуникационный модуль Huawei. Компания «РЖД» использует ИКТ-решения Huawei. В московском «Метро» используются технологии Huawei. Сбербанк выбрал Huawei в качестве стратегического партнера в области ИКТ. Компании «ВТБ» и «Хуавей» развивают инновационное сотрудничество. Сеть «Бургер Кинг» использует Wi-Fi-систему Huawei. Почта России использует ИКТ-инфраструктуру Huawei. Подводная сеть «Ростелеком Камчатка-Сахалин» дает возможность жителям Дальнего Востока пользоваться самыми современными услугами связи. В московском цирке работает модульный ЦОД Huawei. На стадионе открытия «Арена» внедрена ИКТ-инфраструктура Huawei. Решая бизнес-задачи, Huawei не забывает о своей социальной ответственности перед обществом и уделяет особое внимание образовательным инициативам и работе с научными организациями в России. С 2015 года Huawei выступает организатором всероссийских соревнований в сфере ИКТ «Хуавей Honor Cup». Программа призвана повысить мотивацию молодых специалистов в области ИКТ и помочь им в самообразовании. С 2012 года в России действует флагманская образовательная программа «Хуавей Seeds for the Future». «Россия Seeds for the Future». «Присоединяйтесь к нам». За это время участниками программы стали около 100 студентов крупнейших московских и региональных вузов. «С днём рождения, Хуавей России!» В 2017 году «Хуавей» поддержала церемонию вручения наград золотой медали РАН «Научные достижения России» и вручила гранты на исследование Математическому институту имени Стеклова. В честь своего 20-летия компания перечисляет 20 рублей с каждого проданного смартфона «Хуавей Пи-10» в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». «Хуавей» 20 лет вместе с Россией и будет продолжать вносить вклад в развитие экономики и общества России. Мы поздравляем с достижением этого знаменательного рубежа как сотрудников компании «Хуавей», так и всех жителей России. А сейчас для приветствия наших дорогих участников я хочу пригласить на эту сцену почётных гостей. Итак, встречайте. Министр-советник по делам образования посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации Юй Цихай. Начальник отдела образования Федерального агентства связи Елена Григорьевна Веселкова. Пожалуйста. Заместитель директора Департамента информационных технологий города Москвы Александр Владимирович Горбачко. И ректор Московского технического университета связи и информатики Сергей Дмитриевич Ерохин. Господин Цихай, пожалуйста, Вам слово. Я первый, да? Уважаемые друзья, дорогие ребята, я от имени посольства Китайской Народной Республики очень хотел бы выразить поздравление с такой финалом всероссийского соревнования в сфере ЕКТ, которые проводили вот эту компанию Huawei с своими партнерами. Но вот я хотел, когда я стою здесь, хотел сказать, во-первых, все мы знаем сейчас отношения между нашими двумя великими державами очень хорошие и динамично развиваются. Но я думаю, отношения между сторонами зависят от каждого из нас, каждого населения, каждого человека в наших странах. Но здесь сегодня я чувствую, вот компания здесь играет очень-очень важную роль. Это не только производит какой-то продукции для использования, но одно время, одним временем вот компания и активно участвует в такой гуманитарном сотрудничестве между нашими странами. Именно Huawei за эти годы много сделали в сфере образования. Вот они открыли такую программу высшего учебного заведения и провели такую очень интересную программу, которая помогает российским студентам предоставлять стипендию и так далее. Поэтому я как раз работаю в отделе по делам образования. Мы тоже по нашим каналам предоставляем российским студентам стипендию, но я думаю, что это взаимодобновляет. И именно поэтому я хотел бы поговорить в компании Huawei, это раз. Ну, во-вторых, ребята, вы из всех уголков России сегодня приехали, вот именно, ну, или непосредственно принять участие в соревнованиях, и, может быть, и просто сюда приехали как-нибудь испытывать, и на практику смотреть своим глазам, что здесь творится. Ну, все вы элиты, все вы таланты. Ну, отношения между нашими странами, я думаю, что будущее зависит от молодых, от следующего поколения и следующего поколения. Именно вы здесь играете очень важную роль в развитии наших отношений. Именно здесь вы чувствуете культуру компании и непосредственно чувствуете культуру Китая. Немножко знают китайский язык и немножко знают китайскую культуру. Это очень хорошо. Поэтому я бы хотел еще раз поблагодарить всем организаторам сегодняшнего мероприятия за то, что вы предоставили для наших будущих молодых людей такую возможность познакомить друг с другом, чтобы мы понимали друг друга по-хорошему, еще лучшее взаимопонимание получилось. И, конечно, чтобы мы вместе шли вперед и для развития наших стран. Может быть, я слишком много сказал. Спасибо вам за внимание. Большое спасибо, господин Цехай. Уважаемая Елена Григорьевна, вам слово. Уважаемые коллеги, дорогие друзья. Федеральное агентство связи и ее руководитель Олег Геннадьевич Духовницкий оговорилась, Россвязь мы сокращаем, поэтому ее руководитель получилась. Высоко ценят такие мероприятия, как ваши. Ведь здесь, именно здесь, есть возможность вам проявить себя, организаторам выбрать лучших из лучших, познакомиться, обрести новых друзей. Еще очень важно в этом году, ведь вы знаете, президент России объявил курс нашей страны на цифровую экономику, а она потребует высокопрофессиональных специалистов. И именно таких, какими, я надеюсь, будете все вы. Вы здесь покажете свои лучшие знания, лучшие профессиональные умения. Вы получите новый опыт, новый опыт борьбы, потому что борьба очень нужна в жизни. Вернее, она нам сопутствует, и победа в любой борьбе, она очень важна. И вы здесь уже начинаете обретать такие умения. Я желаю всем участникам, если это возможно, победы. Организаторам выражаю большую признательность. Очень хорошо все организовано, просто замечательно. Всем здоровья и дальнейших успехов в жизни. Спасибо. И поздравление, вернее, приветственное слово передаю организаторам. Большое спасибо, Елена Григорьевна, за ваши теплые слова. И слово передается Александру Владимировичу. Пожалуйста. Всем добрый день. От лица Департамента информационно-технологии города Москвы позвольте поздравить вас с таким замечательным мероприятием, которое уже традиционно проходит не первый год. Большая благодарность, конечно, компании Huawei, которая организовывает такие мероприятия, именно для российских студентов, для людей, которые не просто встигают технические знания, но и находят в себе возможности, силы, интерес заниматься технологиями, которые очень быстро изменяются во всем мире. Данные технологии, которые вы изучаете, они не имеют границ. То, что вы знаете здесь, тоже изучают такие же вещи, изучают все студенты в мире, которые интересуются информационными технологиями. С точки зрения Департамента мы видим, что сейчас востребованность в таких знаниях, специалистах, она возрастает экспоненциально. Неважно, в какой отрасли вы дальше будете работать. В госорганах власти, в образовании, здравоохранении, в транспорте, везде есть информационные технологии, связь. Поэтому то, что вы сейчас себе закладываете, это ваш багаж, ваша копилка, которую вы в себя вкладываете, то умение и знание. В свое время, когда я начинал инженером, в 90-х годах у нас были ЕСВМ, и Спектрум, и это тоже было хобби. Сейчас для вас это хобби, которое вы усиленно увлекаетесь и развиваете. Поэтому я благодарю за ваше стремление. Рад, что вы все участвуете в таких крупных мероприятиях. И успехов вам в вашей работе, в вашей учебе и в вашем увлечении данными технологиями. Мы уверены, всем участникам очень приятно ваши слова. Большое спасибо, Александр Владимирович. И я хочу передать слово Сергею Дмитриевичу. Прошу вас. Дорогие ребята, сегодня для вас важный и волнительный день. Все вы немножко победители. Почему? Потому что вы сделали первый шаг, прошли отборочные соревнования, чтобы прийти сюда в финал. Я желаю, чтобы тот первый шаг, который вы сделали, вы на нем не останавливались. В соревнованиях, ну понятно, будут победители, будут те, кто не заняли первые места. Но вы все большие молодцы, то, что вы нашли в себе силы, волю, победили некоторую природную лень. То, что вы смотрите в будущее, и то, что вы делаете ставку на свое самообразование. Я желаю вам всем, чтобы эти соревнования послужили плацдармом, как предыдущий оратор сказал, для вашей дальнейшей успешной карьеры. Чтобы те знания, те навыки, которые вы получили, они вам в дальнейшем пригодились. Ну и от себя лично и всего университета я хочу сказать огромное спасибо компании Huawei. Мы видели славный путь компании за эти 20 лет. Очень приятно, что компания не забывает про отрасль образования. Очень приятно, что компания уделяет большое внимание подготовке российских специалистов. Что компания вкладывает силы и ресурсы как в развитие учебной базы, так и научных исследований. Я надеюсь, что следующие 20 лет компания Huawei в России также успешно будет развиваться и также будет продолжать сотрудничество с научными и учебными заведениями. И еще раз всем участникам я желаю хорошего дня и хороших соревнований. Спасибо. Большое спасибо, Сергей Дмитриевич. А сейчас, господа, встречайте. Вице-президент компании Huawei в России Цао Чун. Дорогие коллеги, друзья, доброе утро. Очень рад вас видеть. Извините, что я не так хорошо говорю по-русски, чтобы говорить на этом языке. Поэтому сегодня мой коллега Иван поможет мне с переводом. Во-первых, добро пожаловать. Всех приветствуем в финале Honor Cup. Во-первых, я бы хотел сказать спасибо нашим коллегам из российского государства, и также нашим коллегам из Чинской эмбасси в России. Я очень благодарю вашу поддержку. Во-первых, хотелось бы поблагодарить за поддержку коллег из российского правительства, из университетов и коллег из посольства Китайской Народной Республики в Москве. Большое вам спасибо за поддержку. В этом году проект Honor Cup привлек более чем 4700 студентов. Это больше, чем в два раза по сравнению с количеством участников в прошлом году. К сожалению, мы, как бы мы ни хотели, мы не можем принять всех желающих сегодня в финале. Но, тем не менее, здесь собрались более чем 300 лучших студентов, и мы горячо их приветствуем. Я желаю вам удачи. Вы знаете, Huawei has been here for 20 years, and this is a very special year. Since 1997 Huawei came to Russian market. It was the first overseas market. As you can see from the video, Huawei grew from a very, very small company here. Today we already have more than 1400 employees, and more than 75% of them are local. И вот, как вы видели на видеоролике, который сейчас проигрывался, компания Huawei начинала свой путь, как очень маленькая компания, которая стояла буквально из нескольких сотрудников 20 лет назад. Сейчас у нас в штате более 1400 сотрудников, и, что примечательно, более 75% из всех сотрудников являются русскими. Обучение и образование является одним из очень важных направлений в стратегии компании Huawei. В России Huawei проводит большое количество и поддерживает большое количество образовательных проектов. Это такие проекты, как Seeds for the Future, это такое направление сотрудничества с вузами, как авторизованные сетевые академии компании Huawei, и, соответственно, Honor Cup, на котором мы сейчас присутствуем. И, соответственно, сегодня мы очень-очень inspirated by the digital economy plan, raised by the Russian government. И Huawei также committed to contribute, to develop the IT talents for this country. И надо сказать, что мы очень сильно вдохновляемся теми планами по переходу на цифровую экономику, которые сформулированы правительством Российской Федерации. И мы намерены делать существенный вклад в развитие, в подготовку талантов и молодых специалистов в области IT. Мы уже открыли пять Хайна, и сегодня мы отправим еще один Хайна. Это очень-очень хорошо. В будущем мы отправим много Хайна школ. И за последние несколько лет мы подписали соглашение о создании сетевых авторизованных академий уже с пятью крупнейшими вузами в России. И сегодня у нас также стоит церемония подписания такого соглашения с еще одним вузом. И в ближайшие годы мы, наверное, все больше и больше открывать, создавать таких совместных академий. Сегодня наши специалисты подготовили очень интересные программы, семинары, посвященные технологиям 5G, 4K, интернету вещей и другим технологиям. Это не только соревнования, это даже не соревнования, это такая вечеринка. Ну что ж, и я желаю всем нашим молодым друзьям успехов, удачи и получить максимальное удовольствие от сегодняшнего финала. Спасибо. Большое спасибо, мистер Чун. А теперь, господа, позвольте общую фотографию для истории нашего проекта. Друзья, вы тоже можете делать фотографии. Напоминаем, что лучшие фотографии вы можете выкладывать в Инстаграм, чтобы как можно больше ваших друзей увидели эти замечательные моменты. Большое спасибо, уважаемые гости. Пожалуйста, занимайте свои места в зале. Давайте проводим наших гостей аплодисментами. Друзья, как уже было сказано, образовательные услуги являются одним из приоритетных направлений деятельности компании Huawei. Авторизованная сетевая Академия Huawei – это новая, динамично развивающаяся программа сотрудничества в сфере образования, которую компания Huawei предлагает колледжам и университетам различных стран мира для опережающей теоретико-практической подготовки студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей отрасли информационно-коммуникационных технологий. И мы с радостью объявляем о расширении сотрудничества компании Huawei с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникации имени профессора Бонч Буревича. И я прошу подготовить сцену к подписанию. По условиям соглашения университет сможет проводить обучение студентов по программе маршрутизации и коммутации H&A на установленном в университете оборудовании Huawei. Также ВУЗ получит возможность изучения новейших технологий с помощью доступа к учебным ресурсам и симуляторам оборудования Huawei. Студенты университета смогут получать ваучеры на сдачу международных экзаменов с дальнейшим получением сертификата от компании. Итак, для подписания соглашения я приглашаю на эту сцену генерального директора Enterprise Business Group компании Huawei Цао Чуна, а также декана факультета информационных систем и технологий Игоря Алексеевича Зикрадова. Пожалуйста, господа, присаживайтесь. Исторический момент, друзья, когда мы прямо сейчас видим, как компания действует, действует успешно, действует в интересах нас всех. Итак, соглашение подписано. Аплодисментами давайте отметим этот момент. Стороны обмениваются соглашениями. И теперь, господа, буквально пару слов от вас. Пару слов от вас для нашей публики. Спасибо, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего, разрешите поприветствовать участников соревнований очередных. Как уже было сказано, вы элита из числа специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий. С точки зрения сегодняшнего дня я хочу поблагодарить и выразить большую признательность компанию Huawei, которая уделяет большое внимание образованию Российской Федерации, что свидетельствует сегодняшнее подписание. Надеюсь, даже убежден, что сегодняшний день открывает новую страницу в истории компании Huawei, в истории Университета телекоммуникации имени Борис Бреевича и послужит развитию как образования, так и развитию научных исследований Российской Федерации в области информационно-телекоммуникационных технологий. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. and build your ICT expertise. We are very happy. So very soon, next year, the first group of graduates will finish the school, which is they finish the HANA study, and they will go to have their first job. I think in the future, we would like to see more and more students have this chance to join Huawei HANA, and let's work together for the ICT talent development. Thank you. Thank you very much, Mr. Tune. Kompania Huawei выражает огромную благодарность руководству университета за высокий уровень подготовки студентов, которые традиционно показывают высокие результаты в отборочных этапах и финале соревнований Honor Cup. Мы еще раз поздравляем вас с наступлением этого знаменательного события. Пожалуйста, уважаемые господа, занимайте свои места в зале. Друзья, ну а что же ждет нас с вами? Нас сегодня ждет очень насыщенный день, в ходе которого пройдут полезные лекции, мастер-классы и, конечно же, соревнования. Финалисты к нам приехали из самых различных уголков России, в том числе из Архангельска, Благовещенска, Симферополя, Екатеринбурга и Краснодара. И сегодня все желающие смогут понаблюдать за ходом соревнований и поболеть за своих друзей и коллег в прямом эфире благодаря нашему Honor Cup TV. Конечно, не забывайте запечатлевать лучшие моменты финала на своих телефонах и выкладывать их в Инстаграм, а в 5 часов мы подведем результаты конкурса. Ну что, ребята, вы готовы к сегодняшнему дню. Тогда давайте прямо сейчас окунемся в волнующую атмосферу Honor Cup. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Друзья, мы желаем вам сегодня удачи и ярких эмоций. И на этом финал всероссийских соревнований в сфере ИКТ Honor Cup 2017 объявляется открытым. Вперед за новыми достижениями! А.Кулакова А.Кулакова